Чистых листов в личном дневнике Мэнди Трепте с каждым днём всё меньше. Эти записи не позволят забыть о самых важных и ярких моментах пребывания в городе над Бугом. 26-летняя уроженка немецкого Бремена в белорусском Бресте впервые. Девушка – участница международного молодёжного лагеря. Она не самый опытный волонтёр в группе и не говорит по-русски, но держится уверенно. Быть волонтёром – значит отдавать частичку себя в социально значимых проектах. Мой дедушка участвовал во Второй мировой войне, и он также был в советском плену. Поэтому эта тема мне достаточно близка, я знаю её. Но также я никогда не была в Беларуси, мне было очень интересно посмотреть страну. А также для меня очень важно ознакомиться с новыми людьми и с новой культурой. Поэтому я приехала сюда. 24 волонтёра международного лагеря, инициированного Народным союзом Германии по уходу за военными могилами, приводили в порядок территорию, прилегающую к Молодежно-патриотическому центру. Скосить траву, высечь кустарники, обрезать сухие ветки. Фронт работ достаточно широко, потому трудиться будут в течение трёх дней. Затем молодёжная делегация отправится в деревню Проньки Медельского района, Нароч и Минск. Патриотический марафон продлится в Беларуси до 17 августа. Совместная работа подростков немецких и наших, она взаимно обогащает их знанием истории и обменом. Кроме того, мы зачастую рассматриваем Брестскую крепость как святыню Бреста или святыню Беларуси. Это на самом деле мировое достояние, мировая святыня. И важно, чтобы сюда приезжали и европейские волонтёры, и вместе хранили этот символ недопущения войны, того, чтобы это никогда не повторилось. Побыть на той земле, где на протяжении веков происходили самые кровопролитные сражения, где война показала свою такую самую мерзкую сущность необходимой молодёжи. История у нас в странах преподается немного по-разному. То есть им показывают одни аспекты, нам другие. И порой вот в Европе, когда мы были, нам рассказывали об этом, о том, что, допустим, немецкие солдаты, они были такими же людьми, они также были вынуждены идти на войну. Ну то есть нам это представляется немного в другом свете. Это возможность узнать историю, во-первых, с разных её сторон. Основная цель в таких поездах – уход за местами захоронения немецких солдат. Не останутся без внимания захоронения советских людей. Занимаясь обустройством и сохранением территории, где была пролита кровь наших предков, современники чтят память погибших, а также напоминают о прошлом и о последствиях, которыми чревата война.